Одна квартира в собственности до начала текущего года не обязывала к уплате налога на недвижимость. С 1 января 2022 в связи с изменениями в законодательстве даже одна квартира в собственности признается объектом налогообложения. Однако и при данных условиях есть категории граждан, которые по-прежнему имеют право на льготу. Прежде всего это достигшие общеустановленного пенсионного возраста или имеющие право на пенсию со сниженным общеустановленного пенсионного возраста. Кроме того инвалиды 1-2 группы, несовершеннолетние, лица признаваемые недееспособными, а также военнослужащие срочной военной службы, лица проходящие альтернативную службу, участники Великой Отечественной войны. Если у такого гражданина 2 и более квартир, находящиеся на праве собственности, льгота предоставляется только на одну квартиру, на ту, которая дороже. А если стоимость одинаковая, то на ту, которая была приобретена раньше. Важно помнить, многодетные семьи полностью освобождаются от налога на недвижимость по всем квартирам, преднадлежащим им на праве собственности. Остальные категории граждан, которые не освобождены от налога на недвижимость, обязаны уплатить такой налог на основании извещения не позднее 15 ноября 2022 года. Что же касается военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, имеющих право на пенсию по выслуге лет, то на них такая льгота по имущественным платежам и транспортному налогу не распространяется. Она будет доступна только по достижению ими общеустановленного пенсионного возраста. Уплатить имущественные платежи и транспортный налог можно в том числе через систему ЕРИП. Чтобы просмотреть и оплатить соответствующую сумму налога через систему ЕРИП, нужно последовательно выбрать налоги, соответствующий регион, область или город, инспекцию Министерства по налогам и сборам определенного города или района, в зависимости от места нахождения недвижимого имущества, а по транспортному налогу – инспекцию по месту постановки на учет. Выбрать вид налога, какой именно – налог на недвижимость, земельный налог, либо транспортный налог с физических лиц. Также далее ввести учетный номер плательщика ОНП с использованием латинской либо английской раскладки и заглавных букв этого алфавита. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в разделе «Сервисы». За дополнительной консультацией по вопросам оплаты можно обратиться к сотрудникам налоговых органов. Людмила Логодич, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует... Продолжение следует...